Доброе утро, мальчики и девочки! Всем привет! Серёжа! Какие у тебя симпатичные колпачки! Да, белый, бежевый, коричневый и два голубых, целых пять штук! Ну зачем тебе столько? Подари мне голубой и белый, я из них шляпки себе сделаю! Я бы с удовольствием, Каркуша, но если ты сделаешь из них шляпки, то тогда я не смогу сделать подружку. Вот этой куколке! Какая она забавная, нарядная, но немного грустная! Ей действительно нужна подружка! Рассказывай, из чего будем её делать! Давай, тебе я её поближе поставлю! Давай! Будете вместе дружить, а пока я расскажу ребятам, что нам понадобится для поделки! Ага! Итак, нам понадобится пять окрашенных колпачков. Я вырезал их из контейнера для яиц и заранее покрасил. Три бусины с большим отверстием, чёрные и белые маркеры, плотная нитка в катушке, иголка широким ушком, ножницы и клеевой пистолет. Серёжа, для чего тебе колпачки и нитка с иголкой? Маркеры и клей я поняла. Но зачем ты принёс бусины? У твоей куклы нет бус! Бус нет, а бусины есть. Только их не видно. Давай начнём собирать куклу, и ты сама всё увидишь. Ну, давай! Итак, отрежу нитку, и на конце нитки, которую я заранее вдел в иголку, сделаем петельку. А-а-а! Должно получиться так же, как у красной куколки, да? Да, абсолютно верно. Можно каркушу завязать два или три узелка, этого будет достаточно. Это чтобы покрепче было, да? Конечно! И чтобы крепко держалось за бусину. Далее на очереди коричневый колпачок. Снаружи протыкаем его иглой с ниткой. А нитку протягиваем до конца? Да, чтобы петелька оказалась вплотную к волосам куклы. Готово! Теперь сама голова. Так, хорошо. Серёжа, протыкай скорее! Кукла заждалась! Каркуша, поспешишь, людей насмешишь. Этот колпачок нужно нанизывать не так, как первый. Разве? Да, Каркуша, внимательно посмотри на красную куклу. Угу. Чтобы у куклы получилось лицо, иголку мы втыкаем не снаружи колпачка, а изнутри, вот так. А-а-а! Точно! Бежевый колпачок у готовой куклы перевёрнут. Края колпачка мы приклеим изнутри к волосам, поэтому нанесём на края немного клея. Так. Аккуратненько. Приклеиваем. Приклеили, да? Приклеили. Отлично. Так. Готово. А что дальше? А-а-а! Будь внимателен, Серёжа! Теперь тебе снова нужно повернуть колпачок. Молодец, Каркуша, ты верно заметила. Остальные три колпачка мы будем протыкать снаружи. Так. А теперь пришло время нанизывать первую бусину. Серёжа, ну ты так и не объяснил, для чего она нужна? Бусина должна отделить один колпачок от другого. Без бусин они плотно наденутся друг на друга, и кукла будет неподвижной. А наши куколки умеют двигаться вот так. А-а-а! Как будто танцует! Вот как весело ей. Та-дам! Да-да-да! Ну давай дальше работать. Продолжаем. Чтобы бусина не сползла вниз, закрепим её при помощи клея. Серёжа, теперь надо нанизать белый колпачок и вторую бусину. Продолжаем работать. А затем голубой колпачок и последнюю бусину, верно? Верно, Каркуша. Колпачок бусина, колпачок бусина. Вот вам и кукла. Серёжа, а ты не знаешь, кто придумал первую куклу? Нет, Каркуша, но думаю, у нашего многоуважаемого профессора найдётся ответ и на этот вопрос. Узнать, кто первым сделал куклы для детских игр сейчас почти невозможно. Ведь самой старой детской кукле, найденной в Чехии, около 35 тысяч лет. Изготовлена она из кости мамонта и раньше могла двигать ногами и руками. Историки считают, что такая сложная в изготовлении игрушка едва ли могла быть первой. Куклу я собрал, теперь будем её украшать. Серёжа, ну сначала сделай кукле красивую прическу. Каркуша, как думаешь, а вот такая, как у меня, подойдёт? Нет, конечно. Подровняй её немножко чёлку и всё. Хорошо. Готово? По-моему, симпатично. Ага, а теперь нарисуй ей лицо. Ты же принёс маркеры? Да, чёрный вполне подойдёт. Готово? Готово. А цветочек будем делать? Ну, цветочек... А давай нарисуем ей снежинку. Пусть у подружек будут разные наряды. Отличная идея. Так, осталось украсить снежинками платье, и кукла готова. Мне нравится, Серёжа. Да, получается и правда очень симпатично. Вот у нашей куколки появилась подружка. А у ребят ещё одна идея для новой поделки. Ребята, смотрите новые выпуски «Мастерской» и мастерите с удовольствием с Каркушей и Серёжей. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»